Дева днись присущественно горождает, и земля вертеп непреступному приносит. Ангели с пастырями слава словят, волосы же со звездою путешествуют. К нас в городе родися, от реча мода привечный мой. От Даниэ праздника Рождества Христова в Михайловском районе в этом году сопровождалось радостью встречи митрополита Рязанского и Михайловского Марка. В Христорождественском кафедральном соборе Михайлова владыка принял участие в праздничном богослужении. С архиереем сослужило священство Михайловского благочения. Помолиться пришли и местные жители. Владыка Павловского Поздравил Михайловцев с праздником Рождества Христова и поблагодарил всех за соборное богослужение. Было сегодня радостно, дорогие братья и сестры, с вами помолиться вместе. Всегда приятно посетить этот древний намольный храм, почувствовать эту атмосферу храма величественного, древнего. Сегодня особый праздник еще и потому, что священники все пришли, пришли помолиться и разделить с нами радость праздника. Благодарю и вас всех. Сегодня уже начался рабочий день, но вы пришли в храм для того, чтобы в первую очередь воздать Божье Богову, чтобы разделить радость праздника и прославить еще завершающий день радостного праздника Рождества, родившегося Богомоденца Христа. Дай Бог, чтобы этот дар, дорогие братья и сестры, который вы принесли своим пришествием к храму, никогда не останется неоплаченным и неотвеченным. И Господь за каждый наш маленький дар Богомладенцу Христу даст нам огромный дар своей милости, своей любви и своего благоволения. В стенах Рождественского храма прихожан ожидало чаепития. Ладыка традиционно поиграл всех желающих горячим чаем, а на столе было множество различных яств. Так что и чайку попить и вкусненьким побаловаться после серьезного труда, ведь молитва это серьезный непростой труд удалось всем, кто пришел и принял в этот день участие в праздничном богослужении. И благословение от Владыки получили. Но разве не чудо? Чудес рядом с нами много. Мы не всегда их замечаем и обращаем на них внимание. Порой ряд неприятных обстоятельств подводит нас к чему-то светлому и чудесному. Важно не унывать, смиряться и верить, что все неспослано Господом. Наша жизнь – это постоянное чудо. Более того, скажу, иногда люди говорят так, вот случайно встретил того-то, или случайно со мной произошло вот такое-то удивительное событие. На самом деле, когда мы говорим, что мы верующие люди, то неправильно говорить о случае в жизни верующего человека. Все – это одно сплошное чудо. И вся наша жизнь, она логическую приобретает целесообразность. Целесообразность во всех смыслах. Нам кажется, вот мы куда-то спешим и успели. Или мы хотим что-то сделать, только подумали, а уже получилось. Да потому что Господь думает и заботится о нас. Еще даже прежде, чем мы пожелаем, мы только подумали, а уже Господь для нас устраивает. Самое главное, если мы Ему воздаем честь, Ему воздаем хваление, то никакой дар Богомладенцу Спасителю не является тщетным. Господь обязательно нам воздаст. И воздаст гораздо больше, чем мы только можем пожелать и представить себе. Поэтому чудеса – это то, что в нашей жизни происходит постоянно. Да, Господь часто старается скрыть эти чудеса. То есть скрыть их под личиной случая, или под личиной какой-то целесообразности, или человеческой расторопности и так далее, для того, чтобы не заставлять человека верить. Вера в Бога и почитание Бога, и служение Богу должны быть свободными. Свободны от всякого насилия и свободны от того, может быть, удивления, которое иногда возникает при встрече с каким-то чудом. Господь хочет, чтобы мы верили свободно, но тем не менее, вся наша жизнь полна чудес. И один священник как-то сказал, что если бы люди рассказали о всех тех случаях, чудес, которые с ним происходят, то эта огромная-огромная гора религиозных фактов жизни, она покрыла бы маленькую кучку сомнений, которые есть у людей, которые бывают в отношении Бога, в отношении Его бытия и в отношении Его промысла. Поэтому Рождество Христово – это особое время, время, когда мы находимся в ожидании чуда, когда мы ощущаем чудо, потому что то, что Господь пришел и спас человека, это уже само по себе чудо. Поэтому самое главное, чтобы мы молились Богу, уповали на Бога, надеялись на Него, и Господь нас никогда не оставит. Всегда нам поможет, и естественным образом, как нам кажется, или совершенно чудесным образом, самое главное, надежда на Него, и Господь нас никогда не оставит. Встреча с Владыкой – всегда надежда на лучшее. Помолиться и просто постоять рядом с архиереем – ощущение защищенности. На следующий день, 14 января, у управляющего Рязанской митрополией Владыки Марка была годовщина архиерейской хератонии. С тех пор прошло 13 лет. От жителей Михайловского района поздравляем нашего любимого митрополита с этой датой и желаем ему крепости духа, твердости в миссионерской деятельности и мудрой распорядительности. Спасибо Господь, Владыка, за тяжелый подвиг епископского служения.